Район с большим потенциалом. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев подвел итоги социально-экономического развития Мариинского посада. Точки роста на карте муниципалитета – сельское хозяйство и туризм. На это необходимо сделать ставку. Рецепт для оздоровления местной экономики марпосадским властям выписал глава Чувашия. Курс на оздоровление местной экономики выбран правильный. Результаты уже налицо. Повышается заработная плата, снижается уровень безработицы. Поддерживают муниципалитеты федеральные программы. В прошлом году удалось капитально отремонтировать здания пяти школ. Вплотную модернизация подобралась и к марпосадской медицине. Капитального ремонта в прошлом году дождались и девять жилых домов. Строить в районе тоже начали больше. Только в 2012-м новоселье отметили 80 марпосадских семей. Сферу ЖКХ пока тормозят долги населения. Они копятся с каждым месяцем. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, малообеспеченным семьям из-за районного бюджета выделяют субсидии. Но помогает? Мало. Задолженность необходимо ликвидировать в ближайшее время, потребовал глава региона. К ответу он призвал руководителей управляющих компаний. Часть населения неплачеспособна. Судебные решения тоже есть, где-то полтора миллиона. На сегодняшний день у нас долг за газ. Шесть миллионов с текущими долгами. По сравнению с прошлым годом, конечно, у нас убавились долги. У нас самая большая проблема – это нет нагрузки котельной. Или вы работаете дальше эффективно, или просто вам надо уходить, другие придут и сделают очень быстро место вас. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства сегодня очень острые. Потенциал у района огромный. Прежде всего, развивать необходимо туристическую отрасль. Приметных мест в Мариинском посаде достаточно. Особенной популярностью в летний сезон пользуются гостевые дома. У берегов города теплоходы швартуются часто. Только по Волге сюда приезжают гости из Татарии, Башкирии и Москвы. Скоро здесь будут останавливаться и болгарские суда. Самая главная задача – привлекая туристов, мы должны, создавая благоприятную среду, научиться зарабатывать на этим финансовые средства и пополнять доходную часть бюджета. От этого будет социальное самочувствие лучше и горожан города Марбасад и жителей Марбасадского района, и всех гостей, которые будут сюда приезжать. Осваивают марбасадцы и Волжские острова. Два года назад у берегов деревни Кушникова возвели настоящие шалаши. Туристам, которые приезжают сюда, чтобы забыть о городской суете, здесь рады всегда. На подобные проекты районные власти делают ставку. Маринско-Пасадский район и проект Кушниковские шалаши получили две золотые медали. По итогам ежегодного конкурса «Лидер туриндустрии-2012» Маринско-Пасадский район стал победителем сразу в четырех номинациях. Цесарки, фазаны и даже павлины. В своем хозяйстве житель Марбасадского района Геннадий Данилов содержит необычную птицу. Для мужчины это не только экзотика, но и хороший доход. Пернатых на мясо он не забивает, выводит птенцов и продает другим фермерам. Конкурентов в республике у него нет. В ближайшее время свой необычный питомник он планирует пополнить новыми животными. Коров держу, но с коровом тяжеловато у меня, потому что в возрасте 65 лет. Теперь сейчас захотелось оленей иметь, пятнистых. Звонил, договорился. Это далеко отсюда, в Барнауле. Это Алтайский край, по-моему, получается. Вот они с доставкой домой прямо. Однако фермеров в паринском посаде мало, отметил глава республики. Переломить ситуацию необходимо. Земли, довольно мощные ресурсы, хорошая статья дохода. В этом году местным властям необходимо сработать лучше, поставил задачу Михаил Игнатьев. Приятная миссия – вручение почетных наград. Один из дипломов достался мэру города. В прошлом году Мариинский посад был признан самым благоустроенным в республике. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.